Как давно вы перешли на пшеницу? Есть ли какие-то прибавки особые? Что вы выиграли? Ну и, конечно, по кукурузе тоже поговорим. Какие вы используете сорта или гибриды? Для каких целей вы выращиваете? На зеленую массу, на зерно, на силос. Какую ширину шага фау используете по кукурузе? Сколько у вас в хозяйстве занимает кукуруза? Это опытные какие-то участки? Или это какие-то товарные посевы? Что вообще? Ну, понятно. В принципе, в принципе, мы идем как бы от обратного. То есть, наша главная, одна из главных тем, конечно, это, скорее всего, значение кукурузы и его роль как предшественника в севообороте. Но здесь, по большей части, нам надо посмотреть, наверное, что в итоге у нас может получаться. В таких звеньях севооборотов, таких как, например, кукуруза и прямой посев пшеницы. На самом деле, вот вы такую фразу сказали, не сторонник наутива. По большей части, я бы даже, как бы сказал, не сторонник, а не противник. Вот, то есть, вот не противник наутива, наверное, это было бы более подходящее определение. Но, поймите правильно, мы никто сейчас, вот на данный момент, чтобы, как бы, эту тему закрыть, да, никто не знает в долгосрочной перспективе, кажется, наутив или, как скажутся, классические технологии, да, потому что все очень меняется с такой скоростью. И у нас и климатические, и почвенные некоторые условия, да, и вообще просто значимость разных культур в экономике нашего государства тоже изменяется. То есть, то, что раньше было таким, как бы, обычным, это присутствие многолетних трав, бобовых культур, то сейчас это, или там присутствие ярового и членя того же, то сейчас эти площади очень сильно сократились. И поэтому здесь возрастает роль уже пропашных предшественников, как каких-то элементов для создания научно обоснованного силоборота. И вот, вот этот элемент наутива, как прямой посел по кукурузе, по подсолнечнику, естественно, был взят у этой технологии. Ну, здесь просто используется, ну, наверное, один схожий элемент или одна схожая технология, это прямой посел с помощью специальных сейвок. Вот. На самом деле, в районе у нас эту технологию начали осваивать еще лет 10 назад, это в хозяйстве СПК колхоза Советинский, СПК колхоз Лиманный. То есть, в Никлиновском районе эта технология не новая. Еще до массового внедрения наутива уже прибирали и использовали эту технологию. То есть, да. Чем это было обусловлено? Тем, что, первое, ну, все мы знаем, что предшественник кукурузы на зерно, очень сложный предшественник для подготовки почвы. Если убрал подсолнечник, мы можем, в принципе, даже по сухой почве, используя дискаторы, для первичного дискования, это более тяжелые дисковые бороды. Потом вторичные, это более уже предпоседные дискаторы, такие, как там у нас рубины, многие-многие, ну, и типа такого орудия. Вот. То, в принципе, мы можем, ну, более-менее гарантировать, более-менее гарантировать качественный сев. А вот по кукурузе зерно необходимо, ну, только один вариант, это сжигание стерней. Вот. Что последнее, естественное, время у нас запрещено, сейчас ожесточается законодательство в этом отношении. Плюс кукуруза рассматривается уже более южных районах, как фузариозно опасный предшественник. Соответственно, руки так и чешутся все это сжечь, убрать и посеять спокойно зимую пшеницу. Но мы уже исходим из реалий сегодняшнего дня и будем рассказывать о том, что, какие нашли мы выходы, какой нашли выход из этого положения. Это, то есть, эта технология не новая, тут, в принципе, наверное, я так случайно у вас оказался, вот, на вашем пути, да, но вы можете съездить в любое хозяйство, в любом хозяйстве, практически во всех передовых хозяйствах этот элемент используют. И кто-то, может быть, что-то там по-своему дорабатывает, у кого-то какие-то особые сейлки есть, кто-то по-своему выбирает там, ну, скажем так, направление сева, внесение удобрений жидких там или твердых. Ну, тут уже идут особенности, подбор какого-то определенного сорта. Ну, коль уже требуется поделиться нашим опытом, то мы используем для посева сейлку краузы 6-метровую, она агрегатируется джандиром 7-кой, ну, это для того, чтобы все понимали, какой класс трактора. Приблизительно, вот у нас вот эти 6 метров мы можем только таким классом трактора спокойно производить посев по кукурузе, то есть это полная загруженная сейлка, она с несением удобрений, с несением, то есть семена можно от 2 до 600 килограмм высевать. То есть, чисто технологически у нас никаких проблем нет. Первый момент, который необходимо учитывать, это все-таки, какими комбайнами производилась уборка кукурузы и как правильно был настроен комбайн для данной уборки, потому что не всегда получается, некачественная уборка кукурузы на зерно способствует ухудшению качества сева. Ну, я думаю, те, кто... Это зависит от высоты стерни, да? Это зависит от высоты среза, от измельчения остатков, от их распределения по полю. То есть здесь следует начинать, эту технологию начинать следует с уборки непосредственно самой кукурузы на зерно. То есть необходимо настроить более равномерное распределение остатков, необходимо уменьшить высоту среза. Это, ну, что касаемо нашей сейлки, да? Вот, может быть, для каких-то других сейлок это и не нужно, но у нас, скажем так, не специализированная сейлка. Вот тут надо этот момент сразу обусловить. То есть хозяйство, которое наутил, они используют дорогостоящие агрегаты, которые, ну, действительно, назовем, они подходят под полную нулевую обработку. А у нас будет такой промежуточный вариант. Мы его используем и в обычной технологии. Ну, эта сейлка имеет те же колтера, которые разрезают перед сошником, нарезают семенной ложи, разрезают растительные остатки. Вот. И производят посел семена на заданную глубину. То есть у нас более универсальная сейлка. Такие сейлки более повсеместно распространены. Поэтому при, даже, скажем так, не обладая каким-то конкретным дорогостоящим агрегатом, можно этот посел производить. Но это все будет зависеть уже от погодных условий. Давайте поговорим, основываясь на тех хозяйствах, которые не используют в широком плане технологию наутила, которые пользуются только ее отдельными элементами. Ну, давайте, раз уже у нас кукуруза, то это была произведена уборка. И последующие мы еще дополнительно пытаемся, ну, будем так сказать, чуть-чуть переработать эти остатки поверхностные с помощью запусков в поле тяжелых катков, которые попадают в них между ними стерня кукурузы. Кукурузу они ее кладут, где-то вырывают, где-то кладут, для того, чтобы сейлки было проще работать. Ну, скажем, это так вот, мы такой прием используем. Вот. Далее мы всегда отмечаем на таких полях, что при прохождении каких-то осадков, например, в том же сентябре, в августе, на этих полях влага все время задерживается. То есть, в принципе, посел по этим площадям можно производить в оптимальные сроки для получения уже сходов, которые раскустились. Будут уходить в зиму распущенными. Но, например, если сравнивать 2019 год с 2020, то в 2019 году эта какая-то влага в августе выпадала, и она аккумулировалась, сохранилась в верхнем слое почвы, то в 2020 году этой влаги не было. И преимущество этой технологии, прямого посева, она никак себя не выразила. А вот эти поженивные остатки, они не аккумулируют воздушную влагу? Нет, ни в коем случае. Ничего, это невозможно. Действительно, бывают такие серии туманов, когда в течение двух недель повышенная влажность воздуха, но это все равно позволяет прорасти, набухнуть семенам, когда хоть какая-то влага есть в почве. Чисто так, вот в абсолютно, ну не в абсолютно сухой почве, но в почве, которая близко к значениям абсолютно сухой, в принципе, никакие моросящие дожди, никакая влага в виде тумана, она не поможет сходом. То есть, семене достаточно нужно большое количество влаги для того, чтобы прорасти, дать нормальную корневую систему, которая должна уходить вместе с влагой, получать питательные вещества. То есть, вот наглядный пример. Мы внедряем эту технологию минимального села, с одной стороны, с экономической точки зрения, с точки зрения получения гарантированных сходов, но приходят условия, как сложились в 2020 году, и эта технология становится неактуальной для данных условий. Поэтому, понимаете, тут можно сказать, что мы обладаем, ну не то что там волшебной палочкой, да, но обладаем вот такими средствами, когда мы можем под каждые погодные условия выработать свою стратегию села. Вот. Ну, здесь по кукурузе мы с вами обговорили, что выжигание невозможно. Поэтому, наверное, на будущем, я, наверное, даже не то что уверен в этом, что все площадя, которые уходят из-под кукурузы на зерно, будут сеяться только прямым силам. Потому что очень богатый опыт накоплен за эти десятилетия, как что выращивается. А вот на примере, если взять для сравнения предшественник подсолнечек, да, вот, то здесь необходимо уже будет смотреть по конкретным погодным условиям. Вот. Что мы... Это тоже используются определенные катки, которые измельчают эту массу, которая остается на полях после уборки комбайнов. Многие, кто-то самодельными устройствами, кто-то покупают более дорогостоящие. Но, скажем так, эта технология, она вошла уже относительно, даже и многие фермерские хозяйства ее используют. Вот. Это не только экономия, говоришь, смазочных материалов, экономия времени, скажем так, это аккумулирование влаги, да, это такая технология, которая, ну, она у нас перешла, из-за разряда таких что-то уникальных, поседневные. Вот. Если мы, как бы, возьмем какие-нибудь ваши интервью, которые были сделаны, там, 5-7 лет назад, вот. Ну... Это было как новинка. Это было как, да, как какая-то инновация. Ну, на самом деле, здесь, ну, справедливости ради, это уже технология не новая. И чем-то таким вот, ну, что-то такое еще рассказать, ну, не представляется возможным. Ну, расскажите, вот, что получаете. Вы сажаете эти... Значит, ну... Ух ты, вот он. Все, уже ничего не слышали, да? Не, не, ну, а слышно, но он будет. Это я не видел. Я смотрю, его нет. Все, так, здесь все. Ну, можем заново, могу все рассказать. Да, нет, она будет слышно, потому что. Смотрите, давайте, 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 да, давайте, давайте вот так вот с вами, как бы, разберемся, в виде вот, так, ну, разложим вот эти условия по полочкам, да. Вот смотрите, что нужно, чтобы получить гарантированно высокий урожай пшеницы. Нужно, чтобы пшеница сформировала продуктивные стебли, то есть, раскустилась в осенний период. Почему? Потому что в осенний период она образует более мощную корневую систему, это накапливается определенное количество сахаров, то есть, мы получаем гарантированно зимую пшеницу, которая перезимует и которая будет с корневой системой развитой. И в случае наступления более засушливых условий весной, она все равно гарантированно даст средний урожай. То есть, давайте возьмем это по аналогии паровых пшениц. На парах всегда присутствует влага, и всегда, когда едут проводить какие-то семинары, что-то смотреть, агроном душу отвезти, чтобы чуть-чуть поправить свое психологическое состояние, он приезжает на паровые поля. Вот здесь, вот этот предшественник кукуруза в условиях прохождения каких-то осадков, ливней, да, в летний, позднелетний период, начало осени позволяет произвести туда сев и получить гарантированные вот эти вот сходы, раскущенные растения и зимой пшеницы. Соответственно, и урожайность, потенциал этих пшениц уже будет выше. Что там? Ну, можете сказать это в цифрах, что вот на таких пассивах по кукурузе вы получали прибавку? Или... Нет, опять же, смотрите, я же говорю, невозможно что-то судить, да, по какому-то одному году, когда... Вот приведу вам простой пример, давайте с вами поимпровизируем, да, опять же. Вот у вас раскустилась озимая пшеница, которую вы посеяли по предшественнику кукуруза, да, стерневому, вот, и... Пускай, ничего страшного, пускай, если вас не дует, то этот... Вот, давайте им про этот... Ну, будем... Чего мы им... Сымпровизируем. Да, давайте вот рассмотрим конкретные условия. Вот у вас посеяна пшеница по предшественнику кукурузы. Кукуруза на зерно, прямым севом. Вы получили раскущенные растения, которые уже гарантированно уходят в зиму, и вы за них не беспокоитесь. Но, что может быть... А рядом вы решили провести эксперимент. Взяли эту кукурузу на зерно, передисковали раз, передисковали два, передисковали три, пытались там разбить ее еще груду тяжелыми катками, кое-как посеяли, потом прошли осадки, вы кое-как докатали. И вы получили уход в зиму всего лишь шива, ну, в фазе шива, в фазе одного листочка, да, не распустившись. И вот вы... Приезжает вам газета «Девовой крестьянин» или издательство «Крестьянин» и спрашивает к этому, «Иван Иванович, какой у вас... вот как вы... где вы прогнозируете урожай больше? Там, где вы провели прямой сев, или там, где у вас в фазе шива?» Вот представьте, сейчас у нас настолько резко континентальный климат, что строить предположение уже будет только на основании вот этих данных очень тяжело. Что может случиться? А зимая пшеница, которая уже раскустилась, она начинает расти раньше, она чуть-чуть опережает сходы, и приходят возвратные заморозки, которые полностью эту зимую пшеницу повреждают. А там, где были слабо развитые пшеницы, они эти заморозки переживают благоприятно. Вот такая ситуация сложилась в 2020 году. Поле, которое было по кукурузе с прямым севом, дало урожай на 62 центера с гектара. Поле, которое было по той же, например, кукурузе силостной, но с обработкой почвы, с получением более поздних сходов, неразвитой пшеницы, тоже дало более 60 центеров. То есть никакой разницы нету, видите, то есть это, ну, а вот я бы вам такое бы заявление сделал, да, ну, а зачем нам тогда это надо? Ну, необходимо смотреть все гораздо дальше, гораздо, ну, более на долгий период, рассматривать эти звенья севооборотов, смотреть определенные условия. То есть, понимаете, вот почему я не являюсь сторонником наутила, да, как такового, потому что люди, в основном, которые работают на утиле, они пропагандируют только свои успехи, они пропагандируют только то, что у них получается. Но никто практически, практически не говорит о тех проблемах, которые у них возникают из года в год. А этих проблем очень много на самом деле. Они просто у всех индивидуальные, но эти проблемы есть. Так и здесь, понимаете, если мы только будем уходить, только упираться в одну технологию и вот слепо следовать ей, то, ну, скорее всего, мы подвержены будем неудачам. Потому что каждый раз необходимо адаптивно, надо постоянно доработать, постоянно совершенствовать, постоянно анализировать все эти элементы. И, ну, кукуруза на зерно, на самом-то деле, культура, которая не занимает достаточно больших площадей у нас, хотя, с точки зрения фито, даже санитарных, вот если минуя только фузариоз, да, там все прочее, у нас кукуруза – это прекрасный предшественник, на самом-то деле. Она пропашная культура, то есть проводятся там, можно, и междурядные обработки, да, эта культура очень хорошо в звене с подсолнечником, то есть мы можем теоретически, да, ну, и практически все-таки избавляться от заразихи, да, вот, то есть она является растением, которое провоцирует рост заразихи. Об этом тоже есть куча исследований, не все, каждые гибриды по-разному там, ну, опять же, если это направление уже изучено, его можно дальше внедрять. Затем кукуруза – это культура, которая все-таки не требует каких-то глобальных обработок почвы, там, она, под нее можно использовать вообще поверхностную технологию, поверхностное рыхление, то есть не производить пахоту, да, то есть производить, да, производить ту технологию, которая называется противоэрозионная. Вы же наверняка сейчас интернет, очень много сообществ агрономических, сельскохозяйственных, которые действуют через различные мессенджеры, да, приходят ролики, как плывет почва в Ставропольском крае, как выдувается почва там в Краснодарском крае, когда идут ветра, когда у нас тут стоят пыльные бури. Ну, это из-за чего? Из-за того, что кто-то увлекается каким-то определенной одной технологией, да, кто-то для себя решил, что я все буду пахать. Пахал все почвы, и потом в определенный год начинаются эти ветра, которые длятся, ну, не менее двух-трех недель, и это все как на расс... ну, понимаете, да, все эти негативные последствия. Или, например, идут дожди огромные, вот, те, которые осадки, которые, ну, просто будем так говорить, сверх нормы, да, сверханомальные какие-то. У нас же не бывает вот это вот в этом, буквально на этой неделе, да, это вот единственно такой дождь, который равномерно шел, почва его впитывала, все. А в основном уже как, заходит какой-то фронт, ливни, все это промывается, все это... И кукуруза – это та культура, которая позволяет вести все-таки накопление в верхнем слое почвы растительных остатков, оставление вот этой гернины, оставление этой стерни. То есть вы можете спокойно ее включать в свои звенья силоборотов и не беспокоиться, хотя бы проводить тем самым противоэрозионные мероприятия. Потом же эти кулисные посевы, потом технологии стриптил, когда нарезается только под один рядок, да. То есть, посмотрите, очень много кукурузы. Я бы так сказал, я сам как бы заканчивал факультет агроэкологии. Вот кукуруза – это одна из культур, которую можно использовать очень хорошо в агроэкологическом плане. А что такое агроэкология? Агроэкология – это здоровье наших почв, это вообще их физическое состояние, да. И поэтому я считаю, что, например, звено силоборота, где будет использоваться кукуруза, потом прямой посев пшеницы производится, и потом пускай сельхозтовропроизводитель спокойно это поле перепашит, посеет подсолнечек. Никто не отговорит, что раз ты используешь уже вот этот элемент иноутила, то тебе надо вот все, вот дальше отказаться. Нет, почему? Нужно… Как укурузе и подсолнечник все эти, да? Нет, имеется в виду, ну, вы просто, чтобы смысл поняли. Когда человек занимается через технологию, он для себя сразу отметает, все, так, я этим… Так, это уже не мое, все плуги вырезать, то все убрать, что-то еще сделать. У вас в течение, например, трех лет вашей минимальной технологии создается переуплотненный слой. Особенно… У нас тяжелые почвы? Конечно, у нас же тяжелый, это, все-таки чернозем, тяжелосуглинистый. Ну, есть более, более площадя, конечно, разделено, хозяйство, как бы, есть и такие, и такие. Вот, но основа, конечно, у нас приазовский чернозем, да? И представьте, такая зима, в которой, вот как позапрошлом году, в которой отрицательные температуры, ну, почва не промерзала. То есть, почва сама не разрывалась, как вот говорят, что этот, как это, природный пух, да? Это морозы, это корневая система растений, там, посев рапса, там, и все прочее. Вот у вас не случилось этого. Вы сторонник мотива. Что вы будете делать? Для чего? Вы просто, да, вы работали, производили прямой посев. Да, у вас все получилось, у вас накопилась влага, вы получили прекрасный урожай пшеницы. Ну, ничего страшного, если можно это поле перепахать, и все. То есть, понимаете, мы подняли тему ту, которая, ну, вот, она должна, ну, с моей точки зрения, она должна многих наталкивать на мысль, что не нужно... Социклироваться на чем-то одно, творчески поправить, да? Ну, да, знаете, фанатики, фанатики. Фанатики есть везде, есть в политике фанатики, есть в религии фанатики. Мы про них не будем сидеть. Да, нет, я вообще говорю, что есть фанатичные такие движения, которые не предусматривают ничего. То есть, ну, человек вот твердо в чем-то уверился, и он не хочет рассматривать. Шаг в сторону. Ну, это... А вот, мне кажется, благодаря вот этому дискуссионному общению, когда все-таки проводят отличные мероприятия, я считаю, проводят и ноутильщики, отличные мероприятия проводят и сторонники традиционной технологии, например, те же, вот, ПСХ Александровский, да? Проводят каждый год дни поля по различным демонстрационным посевам кукурузы, подсолнечка. Они же используют классическую технологию, да? Получают тоже прекрасные результаты. Мы на подсолнечке используем классическую технологию уже много лет, получаем хороший результат. По зимой пшенице решили до 50% использовать. Прямой посев, да? Тоже, как бы, считаю, получаем неплохой результат. То есть, здесь надо все рассматривать в комплексе и какие-то, вот, делиться каждый должен друг с другом. Вы понимаете, в чем наша вся проблема? Что у нас очень мало люди общаются, делятся своими, ну, скажем, такими наработками в технологиях. Вот, и, наверное, благодаря вот вашим, вот этим, да, интервью, да, очень все, можно познакомиться с другим мнением. Да, ты с ним не согласен, да, ты знаешь какие-то отрицательные, да, но это зерно будет посеяно, и, может быть, когда-нибудь оно в голове даст свои всходы, проростки, даже если оно будет посеяно по минимальной технологии. А результаты, ну, давайте, вот, если вы спрашивали за результаты, я вам так скажу. Вот мы вышли из зимовки. Сейчас, к сожалению, у нас, мы могли бы проехать, прям в поле взять интервью. Но не могли. Да, ну, сейчас выпало до порядка 40 миллиметров осадков, и на полях картина по прямому посеву гораздо лучше, чем по полям, которые проводилась, ну, давайте назовем ее классическая обработка. Вот, почему так получилось? Первое, сейлки, которые по минимальной технологии, они более равномерно распределили семена на заданной нам глубине. Потом, вот эта почва, которая не подвергалась никакой обработке, она, в принципе, влага, которая была в ноябре, она быстро достигла этих семян. Семена набухли, быстрее проросли и дали более равномерные, дружные всходы. Там, где была классическая обработка, ну, я могу показать и фотографии, и все. Ну, посев, семена вот так вот сходят, волнообразно. То есть, какие-то семена на глубине 5 сантиметров, какие-то, то есть, неравномерный посев. Это не удалось достигнуть равномерного посева, потому что была, ну, очень пересушенная почва. Соответственно, и агрегаты, которые по полю шли, их просто, они там, ну, скакали, как мои мысли, мои скакуны, да, вот это, они вот, просто, инженерная служба в этом году плакала. Вот реально плакала, у нее, ну, это нужно было на них смотреть, у них, ну, просто вся техника не могла работать с такой почвой, которая, ну, практически не имела. Ну, нам, Ольга Георгиевна всегда говорит, не бывает абсолютно сухой почвы, но вот мы вот, ну, ее считали такой, да, абсолютно сухой почвой. И эти поля, которые сейчас посеяны по прямому севу, они наиболее лучше выглядят. Будет ли на них больше урожая, мы посмотрим, мы к этому вернемся, да, вернемся к этой теме. Но я уже сейчас могу сказать, что мы более позитивно смотрим на эти площади. Что, какие еще... Вот вы говорили про актимальные сроки. Вы говорите, что вы сеете озимую пшеницу по кукурузе, которая на зерно, да? То есть, когда вы выбираете? Это кукуруза какая? Среднеспелая, позднеспелая, раннеспелая? Смотрите, давайте так... Практимальные. Сушильные критерии, которые хозяйство выбирает по срокам спелости кукурузы, да, по фау, так называемому, вот, для посева, это, в первую очередь, наличие сушильных машин. То есть, можно, это, типа, это тут, как бы, не мы специально что-то подбираем, ну, в плане, вот нам поздний гибрид не нравится, он менее урожайный, а средний нравится, а ранний, там, менее урожайный, нет. Мы подбираем гибриды так, чтобы технологически уборка произошла сухой кукурузы до начала оптимальных сроков сево-зимой пшеницы. Вот это главный критерий. У хозяйств, у которых есть возможность кукурузу сушить, они могут использовать и более поздние гибриды. Но это не имеет... Но вы максимум какой по фау берете? Ну, давайте максимум 340. То есть, вы, в принципе, ранний и средний спец. Ну, мы используем фау для некоторых, там, 250, некоторые гибриды и 340. Ну, что хотел бы заметить, что по кукурузе ошибочно брать по срокам спелости в расчет только фау. Необходимо знать особенности гибридов по их влагоотдаче. Например, у вас может кукуруза быть фау-210, может быть фау-360. Но я вам при определенных знаниях о гибридах могу гарантировать, что фау-360 вы уберете первое, чем фау-210. Это связано с генетической особенностью влагоотдачи зерна. То есть, кукуруза может очень долго эту влагу отдавать, даже которая ранее фау. Поэтому здесь сеются демонстрационные посевы, посещаются семинары, демо-поля. И благодаря вот этим знаниям, различных практических, скажем, знаний о способности разных гибридов к влагоотдаче, выбирается конкретный гибрид. А вы сеете гибриды? Да. Нет, сорта мы не сеем, сеем гибриды. И насколько я осведомлен в нашей производской зоне, наверное, сортов вы не найдете тут у нас. А чьи импортные? Вот здесь уже, давайте так, семена, которые мы сеем, произведены все в России на данный момент. А селекция чья? А селекция одна американская, это пионер, да, или каркевая, как у них сейчас новое название. А вторая селекция это ладожские. Это непосредственно наша. В прошлом году, да, в прошлом году, пожалуйста, в 2020-м ладожский гибрид опередил на 10 центеров гибриды. А вы кукурузу сеете, у вас животноводство есть, да? Значит, давайте нас, у нас, да, у нас, чтобы понятие было, у нас три вида кукурузы, назовем ее так. У нас раньше, как бы, ошибочно говорили, кукуруза силостная, кукуруза зерновая. На самом деле, ну, не бывает такого прямо, да, тут все, вопрос, да, когда вы убираете ее и для каких целей, да, вот. Кукурузу силостную вы можете посадить более гуще, там, подобрать гибридстый грим, там, с перевариваемым, с высоким содержанием обменной энергии в силосе, там, и прочее, прочее. Но это все нюансы, которые, ну, скажем так, они пока на уровне маркетинга, да, более практические вещи, это уже, с ними надо ознакомиться индивидуально. А три вида поселков, кукуруза орошения, кукуруза, которая используется на силос, и кукуруза багара, под которую подбираются специальные гибриды, которые даже в условиях жесточайшей засухи могут давать 40 сентеров с гектара. Все. Вот у нас, то есть, при 40 сентерах с гектаром, только, ну, будем так говорить, в этих рамках получается более-менее как-то справиться с положительной динамикой экономики, и то не каждый год. То есть, ну, будем... 40 сентеров это рентабельно, да? Ну, будем говорить, 40 сентеров это не всегда рентабельно, но это 100% не убыточно. А на поливе? Ну, на поливе, давайте будем так уже говорить, там совсем... У нас полив какой? Капельный? Нет, полив у нас это круговые машины, ну, не обязательно там вале, есть изематики, римки, сейчас достаточно... Да, достаточно поверхностное, да, орошение. Давайте так говорить, орошение, которое 100 сентеров с гектара позволяет убирать, оно, в принципе, соотносительно по прибыли для нас, опять же, для наших зон и для нашей технологии, где-то 60 сентером на Багаре. Вот, то есть, там большие затраты по электричеству идет, по дозам удобрениям, не забываем о засолении том же почв, потом все равно это придется туда вкладываться, это и внесение органических удобрений, и борьба с болезнями, с редителями, ну, то есть, все нарастает, как снежный ком, понимаете, то есть, мы вроде бы решаем одну проблему, недостаток влаги, сию минуту, а потом сталкиваемся с другими, то есть, если бы мы вот сейчас рассматривали бы, кто-то сидит, тот, кто всю жизнь выращивает кукурузу на Багаре, и тот, кто только за орошение оратует, да, говорит, нечего там на Багаре, вот, ну, вот, люди друг друга не понимали, а мы стараемся все-таки себе эту технологию распределить, ну, чтобы точно знать, что те проблемы, с которыми мы столкнемся на орошении, мы сможем их решить, вот, но у нас всегда есть в запасе кукуруза, которая на Багаре. Какие площади у вас под кукурузу? Ну, давайте, площади под кукурузу у нас 15% от общей площади, подсолнечко, ну, общая 5000, общая, это, 15% под подсолнечко, вот, 30% у нас пропашные, да, остальные площади, это порядка 10% многолетние травы, и остальные поля мы стараемся занять полностью озимыми культурами, вот, то есть, посеять те культуры, которые бы максимально использовали бы влагу в осенний-зимний период. Для кукурузы так же важно, как вот для подсолнечника, не попасть вот в этот период цветения, когда сильная жара. Да, на самом деле, да, кукуруза очень зависит от наличия воздушной влаги, когда она опыляется, да, будем говорить эти нити, которые мы всегда, тот этот, некоторые дети, да, любят молодые, или используются они в медицине, да, ну, вот все, вот именно в этот момент, в этот момент, чтобы пыльца не была стерильной, нужна определенная влажность воздуха. В действительности, если в этот момент кукуруза попадает по жесточайшую засуху, когда наблюдается не то, что почвенная засуха, за почвенную засуху мы молчим пока, потому что все равно влага, если кукурузу сидеть в оптимальные сроки, да, влага есть, а именно та влажность воздуха, которая находится в атмосфере в момент опыления. Да, это самый критический период. И, ну что, ну, можем только поделиться своими, как бы, наблюдениями, что даже в этот критический период, произойдя опыление, можно получить порядка 35 центеров в гектар. Вот. Нужно все эти, в первую очередь, необходимо в течение многих лет вести наблюдения за сроками сева кукурузы, когда получены всходы, когда у нее вот это вот, понимаете, разные гибриды, вот, разные гибриды по-разному в разные периоды и начинают свисти, да, происходит опыление, вот, и как вы подберете, то есть вы же не должны, вот мы всегда говорили, мозаика сортов азимой пшеницы, да, путь Людмила Андреевна Беспалова всегда нас призывала, что мозаика сортов – это путь гарантированному успеху, да, вот. Так же и в кукурузе, но ни в коем случае нельзя вот упереться в один гибрид, сеять его и забыть за другие. Ни в коем случае, надо моделировать, надо думать, ага, этот у меня гибрид начнет, нужно опыление, чтобы благоприятные условия были через неделю, а этому еще недельку надо, чтобы он подошел. В основном же и кукурузу, когда мы там, ну, пытаемся первую кукурузу сломать на варку, все же говорят, о, вот этот гибрид уже хороший, он уже готов, а тот еще не готов, хотя они сеялись в один срок, у них там фау может одинаково быть, еще что-то, но есть индивидуальные особенности, и это агрономы в хозяйствах, они должны это все подмечать, да, они должны вот эти вот особенности пытаться у себя применить. Вот нами, за сколько лет, нами подмечено, что гибрид PR8-4, например, 2.0, который уже практически, ну, там, наверное, уже снят с производства, да, вот, он у нас великолепно переживал все эти засушливые, ну, скажем, годы, когда был под вопросом вообще, насколько кукуруза опылится, на какой процент, у нас происходило нормальное, ну, мы могли получать эту кукурузу даже и 50 центеров, понимаете, вот. А рядом другой гибрид, он, урожайность показывал в два раза меньше, и мы всегда говорим, от выбора гибрида кукурузы, это единственный, одна из единственных культур, вот на этом этапе выбор гибрида, он весомый вклад вносит именно в конечный урожай. Вот сорта зимой пшеницы, мы выбрали, там, к примеру, юку, вместо юки посеяли гурт, вот, к примеру, ну, этот, разница, ну, два, ну, три центера, ну, это не так существенно, это можно пересмотреть, вы там раньше то убрали, то позже у этой качества лучше, там, хуже, ну, все это может снивелироваться, все эти условия. А это конкретно, например, по предшественнику кукуруза, вот я почему-то за кукурузу говорю, вот у вас выбор стоит, юку или гурт сеять, вот вы выбрали гурт, а сосед посеял юку, и он получил больше, ну, это не будет больше, там, в пределах определенно, или на одном поле вы получили, там, больше. А вот от выбора гибрида кукурузы, очень значительно, то есть, урожайность может, разница в урожайности может достигать до 30 центеров. 2019 год, кукуруза пионеров, ну, я могу ошибаться, 92, 90, ну, давайте кукуруза более поздним, фау, я могу просто, их очень много было гибридов, могу ошибаться, но она на Багаре опередила другие кукурузы, ближайший к ней конкурент был, это 50 центеров, 52 центера был гибрид какой-то сингентовский, или феномен, или фартага, а вот эта кукуруза дала 80, вы представляете? И 92, 41, вот сейчас вот пока с вами, вспомнил название, мы сначала подумали, ну, совпадение какое-то, может быть, что-то ей там больше досталось, а когда получили на руки все испытания по всей области, то мы увидели эту тенденцию, да, эта кукуруза резко рванула там вперед, и мы ее внедрили в производство, но это не значит, что мы ее внедрили, от остальных отказались, нет, мы все равно добавляем их, яйца по разным корзинам, и вот здесь на самом деле выбор, знаете, вот мы иногда пытаемся что-то рассказывать, там, за влагу, за болезни, за вредители, там, что-то, а вот в каждой технологии, каждой культуре есть вот такой фундамент, о котором надо говорить в первую очередь, вот у кукурузы фундамент, это все-таки генетика, это выбор определенного гибрида, это не говорит о том, что у подсолнечка этого нету, у пшениц, там, у ячменей, и у многолетних, там тоже есть, просто там это не на первом месте, да, там это не на первом месте, там все-таки на первом месте немного другое, а потом уже можно раскладывать, дальше вот эти вот полочки, да, поэтапно, всю эту технологию уже расписывать, вот, как бы, так вот, для нас выбор гибрида, для нас кукуруза по-любому используется под прямой посев, для прямого посева пшеницы, кукуруза использует... А что еще вы после кукурузы сеете, или только пшеницу? Только пшеницу, это, ну, практически не, скажем так, можно после кукурузы посеять и другую культуру, но мы же с вами рассказали, основное правило, которое должно у нас сохраняться, это у нас распределение влаги, идет основная нагрузка распределения влаги, не нагрузка, а как бы подмечено уже все последние годы, да, что осенний, зимний, ранневесенний период наиболее благоприятный у нас сейчас для роста и развития культур, а потом наступают какие-то экстремальные засушливые условия, поэтому, если мы будем кукурузу оставлять под какие-то яровые, вот, это будет нелогично, нелогично в масштабе наших вот этих вот рассуждений о сохранении влаги там и всего прочего. А вот когда вы сеете, вы заранее знаете, вот это поле у нас пойдет кукуруза на зерно, а это поле у нас подносилось, или вы уже когда в ходе, когда растет эта кукуруза, вы уже определяете, нет, с этой толку не будет, она не опылилась там или еще что-то, надо ее скашивать. Заранее определяете вот это значение? Значит, смотрите, смотрите, ну, естественно, существует ротация, да, ротация культур, когда мы уже сейчас расписываем будущие культуры, которые у нас пойдут по полям. Для чего это сделано? Это нужно для планирования технологии и элементов ее, да, удобрения какие там, что обработки производить. Очень важно это для подсолнечника, чтобы подсолнечник попадал на те поля, где он был там, ну, хотя бы минимум, для нас минимум, хотя бы 5-6 лет. Вот, 7 лет я уже не говорю, это уже нереально, да, при такой... У нас не такая была. Да, но это минимум, ну, необходимо, да, это соблюсти, как бы не хотелось, как бы не чесались руки при такой экономике. Ну, это не необходимо сделать, это необходимо. А уже потом мы начинаем уже как бы адаптивно менять непосредственно от возникающих условий. Если, ну, поймите так, бывает в пределах одного... У нас очень много хозяйств, в которых разбросаны площади. Поля, точнее, даже не эта площадь, эта поля находятся... Вместе? Ну, вот, скажем так, от одного поля, от самого крайнего до другого, может быть, и 70, и 100 километров. И вы уже по определенным условиям, вы уже начинаете для себя понимать, что это поля подойдет только под кукурузу. А то поле, наверное, нашло у меня под кукурузу, я все-таки посею там какую-нибудь, ну, подсолнечек, все-таки буду рисковать там, посею подсолнечек, потому что влаги нету, а уже температуры почвы высокие, температуры воздуха высокие. А у кукурузы особенность все-таки, ну, практически всегда ранние сроки сева дают гарантированный результат. Нам ранний срок сева позволяет... А вот про сроки сева, когда вы все-таки начинаете сеять? Когда вот... Смотрите, смотрите, сроки сева только у нас как можно раньше, как можно... Как мы можем выехать в поле, провести предпосевную культивацию, мы уже выезжаем сеять кукурузу. Ничего... А вот смотрите, в чем все весь... Знаете, как говорят, сейчас рано, а потом уже поздно. Вот. Ну, у нас вот, например, вот у вас очень часто на Агробуке выступает Ольга Георгиевна Назаренко, да? Или там Николай Андреевич Зеленский, ну, многие другие уважаемые наши ученые. И они вот, понимаете, они же не дают готовых рецептов. Они говорят, ну, не стоит, например, производить подкормку раньше 10-го числа. Все, вот все вот для себя решили, все, раньше 10-го числа мы не будем. Ну, ученые сказали. А ученые только дают, ну, приблизительно, ориентировку, ориентировку, как делать. А уже остальное, это технологические, это логистические аспекты, да? Вы не сможете за 3 дня подкормить, например, зимую шиницу. Так и не... Вам скажут благоприятный срок села кукурузы с 25-го по 1-е мая. А еще между ними может быть ливневые осадки. И вы сидите, ждете, когда же моя почва там прогреется, до 6-ти там градусов. Вот, ну, с 25-го апреля, с 25-го мая вы, естественно, не вкладываетесь. У вас не хватает техники, вам мешают какие-то погодные условия. Есть форс-мажорные обстоятельства, это ремонт, это, там, срочные ремонты. И у вас срок села затягивается до 5-го мая. Ну, вам же ученые сказали, с 25-го по 1-е. А вы взяли и посеяли с 25-го по 5-е. То есть тут тоже приходится доносить позадку. Естественно, вы должны все эти работы начинать раньше. Вы должны это понимать. То есть, да, если у вас есть такие ресурсы, что вы можете в этот срок с запасом уложиться, да, с запасом, пожалуйста, соблюдайте эти сроки села. Вот. Ориентируйтесь, как у нас это, то светение терна, еще каких-то там народных примет, я не знаю. Вот. У нас примета технологическая. Как можем мы выехать в поле, как можно запустить первую пропашную сейлку, когда она не будет забиваться, будет качественно сеять, мы тогда начинаем выезжать. То есть все. А на светение терна ориентируйтесь все-таки? Нет. На светение терна не ориентируемся однозначно. Однозначно нет, не ориентируемся. Я говорю, это, ну, не то, что бесполезно, да, это информативно там в каком-то плане. У нас установлены почвенные датчики, которые фиксируют температуру почвы на глубине 6-7 сантиметров. Мы онлайн, они нам передают каждый день программу на мобильные телефоны, на компьютер. А поля цифрованные, да? Поля, не, ну, поля, конечно, все цифрованные, поля мы все видим, мы видим поля и со спутника, многие погодные явления, сейчас это возможно. Это большое подспорье? Да, это, это очень большое подспорье, этим можно пользоваться. и, ну, те люди, которые, как бы, услышат сейчас эти слова, скажут, а у нас был негативный опыт, когда мы посеяли кукурузу рано, и мы ее пересевали. У нас тоже был негативный опыт. Вы понимаете, этот негативный опыт, он тоже связан с определенными факторами. Необходимо четко знать энергию роста кукурузы, энергию, данные по семенам, энергии роста. Иногда семена, которые не обладают высокой энергией роста, пытаются в ранний срок посеять и получают потом изреженные исходы. И ругают не себя, что они не перепроверили семена, не подобрали определенную партию, а ругают, ох, ранний срок сева. Поэтому здесь не огульно раненые севы. Тут надо знать гибриды, которые гибриды есть. У них они могут дружно расти при более низкой температуре. Это все они называются более холодостойкие. И так же, как вот вы принцип разложить яйца в разные корзины, посеять один какой-то холодостойкий гибрид рано, разогнать посевную. К этому моменту засвел терен, вы уже сеете другой гибрид, который более капризный. понимаете, как вот любой, возьмите хоть медицину, возьмите любую больницу, которая где любой госпиталь, где люди проходят амбулаторные, стационарные лечения, без разницы. Вот. Там тоже такие же нюансы, но это везде, на любом производстве. То есть, нету, ну, наверное, только, где, не знаю, где коробки какие-то делают. Амбранопатомедик на полях. Соответственно, и без знаний, понимаете, без таких знаний, которые вот убрать, вот реально нам надо поменять, убрать это шаблонное мышление. Почему оно у нас возникает, шаблонное мышление? Вот, чтобы подытожить наш разговор, да, вот, почему необходимо все вот эти обсуждения и все прочее. Вот. То, что на уровне подсознания на нас действуют все наши вот эти информационные ресурсы, да. Человек раньше как информацию искал? Ну, вспомните, все мы учились в институтах, все писали различные курсовые, курсовые работы, ну, какой бы там студент-тройчник не был, он все равно хоть один раз, но в читальном зале он был, брал литературу, искал, выбирал, пытался что-то там, ну, какие-то там, да, данные, что-то там, делал какие-то, может, даже свои выводы делал, ну, может, кто-то помогал делать, но все равно, но это была умственная работа. А сейчас мы пытаемся умственную работу перевозить на поисковые системы сервисов. Нажали оптимальная температура для роста и развития кукурузы. Вы думаете, кто-нибудь читает дальше пяти сайтов, которые высветились? Нет. Прочитали, о, и приняли это за веру. То есть, мозг обленился у нас. А почему оптимальная температура 6, почему не оптимальная 4, да? У нас стоит, стоят сейчас датчики на узлеокущение озимой пшеницы, вот пример приведу. И вы знаете, что некоторые пшеницы при одном градусе уже вегетируют. Давайте, если мы с вами зайдем сейчас в какую-нибудь поисковую систему, вы увидите среднесуточная температура для роста и развития растений пшеницы 5 градусов. Ну, да, это когда-то было 5 градусов. Сейчас современные сорта, которые уже менее реагируют и на продолжительность дня, и на какие-то температурные минимальные значения. Они вегетируют. То есть селекция тоже движется вперед. Так и по всем гибридам кукурузы, подсолнечка необходимо постоянно копаться, изучать новые факторы, новые данные, которые связаны с тем или иным гибридом. Понимаете? Это и никакой учебник, никакой никакая методичка вам не расскажет алгоритм действия, что надо делать. Пока вы сами у себя наблюдение, личный опыт. Превалируют в этом. Да, и когда ваше мнение не сходится с мнением другого агронома, который занимался всю жизнь кукурузой, к примеру, в Кущевском районе, и он рассказывает диаметрально противоположные данные, говорит, что у него там например проволочник его замучил, вот ему определенные надо только выбирать обработки, определенные сроки сева и все прочее. А вы ему будете рассказывать здесь, да, брось ты, вот мы все время вот так рано сеем, нам никто не страшен. Понимаете, его личные наблюдения будут правильные, и ваши будут личные правильные. Для своей территории, да, и вы можете друг другу прислушаться и понять, тот скажет, а, ну да, может быть, действительно, ну это я огульно взял, да, там проволочник, но так и получается. Или, например, орошение, одни вам будут, вот вы можете специально объехать, все хозяйства, которые занимаются орошением кукурузы, одни вам скажут, ни в коем случае нельзя после посева поливать холодной водой, вот вам дадут такую информацию, вот, и вы, естественно, какой вывод сделаете? Ну, мне же говорят, я, я, да, я буду же, а другие, ну вам по судьбе не повезло встретиться с тем человеком, который говорит, для получения равномерных сходов, для получения дружных сходов, для закладки более продуктивного урожая, да, необходимо эту кукурузу полить, во что бы это ни стало. Два диаметральных противоположных мнения, ну, а решать вам, вы должны логически вывести, почему так, а почему не так, а что, действительно, может, и есть такие условия, при которых нельзя это делать, а, может, и этот, это как вот, если вернемся к той же медицине, да, если, не зря у нас доктор Мясняков всегда говорит, если вы купили какое-то лекарство, уже обожаетесь, да, купили какой-то лекарство, выкиньте эту инструкцию, не читайте никаких побочных действий, увы, зачем вы свою психосоматику, да, пытаетесь нагрузить, так и здесь, необходимо посмотреть, что вред вам принесет, что больше будет, пользы или вреда, но для этого необходимо пробовать, экспериментировать, все, то есть, нужно постоянно движение вперед. А у вас тоже вы закладываете опыты, да, или вы... Обязательно, на опыты и на ороши, мы закладываем опыты. Поля агронома, сколько у вас из этих 15% занимаетесь? Нет, ну, естественно, одно поле агронома на подсолнечке, нет, до трех полей агронома на пшенице, потому что хозяйство ориентировано на выращивание семян зерновых культур, один опыт на кукурузе на Багаре, один опыт на кукурузе на орошении, где мы экспериментируем, ищем для себя лучшие гибриды. То есть, здесь, в любом случае, если перестать заниматься этими опытами, экспериментами, а, поверьте, такие тенденции есть. Для многих собственников, руководителей, ну, не всегда понятно, а зачем мы будем посеяли 10 гибридов, один гибрид дал высокую урожайность, а если бы мы его везде посеяли, мы бы не потеряли каких-то там, грубо говоря, 10 тонн зерна. Как экономисты, они мыслят правильно, они мыслят рад. Но мы, посеивая этих 10 гибридов, мы испытали, да, мы эти 9 гибридов уже отсекли на будущее, на будущие годы, мы их уже не будем, к примеру, сеять, и мы уже снизим риски на более больших площадях. А где вы берете семена? Ой, ну, давайте, скажем так, семена, рынок семян давно достаточно прозрачный, понятный. Гибриды, они же второй год не сеются, да? Они один год только, у них нет такого, как у пшеницы, первая продукция, вторая? Нет, гибриды это один год, F1, особо разницы о том, что сеять гибрид, скажем так, ну, давайте так, разделяем, разделяют как, гибриды, семена выращенные за рубежом, это импортные, и семена, которые, это, семена, которые уже выращены у нас и подготовлены на наших заводах, да, ну, тоже под маркой иностранных фирм. Это, вот, скажем, зона, потом уже идут селекции, которые уже известные, там, Пионер Сингента, Майсадур, Монсанто, наши, Краснодарские, различные, потом Белгородские, вот здесь, то есть, рынок кукурузы достаточно понятен, рынок семян кукурузы достаточно понятен, и вы здесь, каждый выбирает уже, ну, по своему направлению, тяжело, тоже, например, мы вот, постоянно на протяжении пяти лет используем гибрид Джоди Лимогрейна для получения высококачественного силоса, он нам подходит, мы видим это отражение в получении молока, мы видим это... То есть, вот то, что я раз спрашивала, значит, вы определенный гибрид берете, вы знаете, что это будет силос, и... то зерна, она не дает... Да, но я же говорю, что бывают такие условия, что эта кукуруза остается потом на зерно, мы ее убираем на зерно, а бывает, наоборот, и этой кукурузы не хватает, и мы заходим в зерновую кукурузу для того, чтобы заготовить силос, а бывают такие моменты, что на поле, где у вас выращивается зерновая кукуруза, не выпало никаких осадков, а на поле, где была силосная кукуруза, выпал дождь 30 миллиметров, что соразмерно месячной норме. Естественно, это поле оставите под зерно, а то поле уберете на силос. Понимаете? То есть, есть такая рокировка? Конечно, это... А вы ведете какие-то дневники, записи, что-то, если пока в голове... Смотрите, если честно, компьютерные программы, которые сейчас установлены, они позволяют это все накапливать. То есть, это уже современные системы, скажем, такие операционные, которые... Техника это делает за вас? Техника делает. Но... Да, ну, смотрите, скажем так, я очень, так это, ну, завидую, не завидую, очень приветствую людей, которые ведут постоянные записи, постоянные, в течение, на протяжении многих лет записывают, вот, потом могут эти записи поднять, посмотреть, проанализировать. Завидуетесь, значит, сами не ведете. Да, сами не ведем, вот, себя никак не оправдываем, но, поверьте, лень, это двигатель прогресса. Мы, благодаря тому, что ничего этого не пишем, мы находим более застренные методы накопления этой информации. А вот, ну, каждый год, он по-своему, ни один не похож на предыдущий, на другой, на какой-то, но, тем не менее, все равно, вот, вам по неволе приходится наблюдать за природой, да, и, наверное, вы можете какие-то прогнозы делать. Вот, какую вы весну ждете? Вот, ждем, не дождемся. Весну? Да. Вот такая поздняя, будете замуж. Я исхожу из тех условий, что мы можем с вами изменить. Знаете? Мы ничего не можем изменить, но, так вот, предугадать, мы можем что-то, каким будет ли... Ну, знаете, давайте, как этот, эту миссию, которая на нас не возлагали, да, не будем, этот, будем, так скажем, мы готовы встретить любые, любую погоду, готовы встретить во все оружии, да, то есть, мы готовы подготовиться к любым погодным условиям, это нас закаляет, это нас позволяет нам потом, когда уже не, не такие благоприятные условия создаются погодные, они для нас, ну, просто являются, как у нас, суперские, да, потому что мы с вами пережили, вот этот какой-то неблагоприятный цикл. Здесь... Надежда, что хуже уже не будет. Да, надежда, что хуже уже не будет, и на самом деле, я даже и рад иногда, когда такие условия негативные наступают, они расставляют все по своим местам, понимаете, те наши забвения агрономические, они, во-первых, агронома ставят на место, чтобы он о смысле жизни задумался немножко, вот, что он тут всего лишь маленький винтик, да, в этой системе, и позволяет многим пересмотреть подход к различным технологическим операциям, вот, которые мы осуществляем на полях, вот, и, ну, итог, итог, если честно, он складывается сейчас к одному, я как бы его разделил на два этапа, это, мы всегда говорим, время выполнения операции, да, мы должны все делать вовремя, чтобы, ну, что от нас зависит, хотя бы вот этот фактор снивелировать, а второй этап, это, все-таки, вся технология должна быть заточена на сохранение влаги той, которая нам дается природой в конкретный год, то есть, мы должны делать все, чтобы эту влагу сохранить, вот, два этапа, они взаимосвязаны, два момента, они взаимоперекликаются с друг другом, вот, но это вот, тот фактор, который, вот, у вас должен быть во главе угла, да, вот, а то, что будет, какая будет погода, ну, поверьте, у нас даже на территории района, может, диаметрально противоположные быть, у кого-то может, за два весенних месяца, выпасть 60 миллиметров осадков, а у кого-то всего лишь 15, вот, и, ну, первого числа, с первого января, по нынешнее число, 100 миллиметров, это, нормально, это 25 процентов годовой нормы, минимальной, скажем так, минимально, то есть это как бы шикарненько, да, вот смотрите, это в краткосрочном плане, это шикарно, а в долгосрочном, это ничто, потому что, на самом деле, а это, ну, вот сколько мы наблюдений ведем, да, ну, чтобы вот сейчас, за эти 6 месяцев вегетации, которые мы называем, ну, под конец сентября, это если кукуруза, подсолнечек, ну, я, наверное, не припомню, чтобы такое количество осадков выпадало, то есть, то есть ситуация складывается таким образом, что мы все больше и больше зависим от локальных осадков, которые выпадают в весенне-летний период, здесь рулетка, кому повезет, кому не повезет, а те осадки, которые, будем так сказать, повсеместные, да, которые есть вот в зимние, вот, вот считайте 100 миллиметров, мы хотели, чтобы было 200. А, все-таки мало. Да, мало. Для нас мало, это, это действительности мало. У вас где-то кукурузы, получается, 750, сейчас мы уже заканчиваем, 750-800 гектаров, да, вы седаете ежегодно, и вот это, по кукурузе, все 700 гектаров вы засеиваете зимой пшеницей, и все при минимальной обработке, вот этой, да, вернее, без обработки. Да, да, в последнее время только так. Только так делаете. Почему? Потому что, потому что, фактор, который, мы подчеркиваем, какая бы почва ни была, сухая, влажная, переработать такое огромное количество массы, из-под кукурузы, зерновой, невозможно. То есть, ну, потребуется просто, ну, очень затратные технологии, да, которые могут допускать даже и три дискования, вот, при определенных условиях. А еще, наверное, азотные удобрения, да? Это и азотные удобрения для развожения, но это мы будем отдельно, там, агрохимический аспект по такой технологии, он тоже очень огромный, да, и по борьбе с заболеваниями, и по борьбе, первый, вот, если мы так будем это рассматривать, первый фактор, который сразу вы столкнетесь, все мыши будут у вас. За счет того, что вы на поверхности, все осталось, куча остается кукурузы, которая там недомолочная, потери, да, так назовем, мыши все это знают прекрасно, они начинают там, обустраивать свои колонии, заселяется, как у вас Левенцовка, в Ростове, так вот мыши начинают заселять, именно эти поля. Катами, катами, ну да, мы используем, на самом деле, бактеродинциды, которые, не наносят вреда природе, это мышиный тиф, да, то есть, мы там же, но, вы должны это сразу заложить технологию, вы должны сразу понимать, что вам там потребуется, производить обработку противомышевидных грызунов, потом у вас пойдут проблемы с различными прикорневыми гнилями, вы должны туда подобрать определенный сорт, вы должны туда определенную технологию защиты фунгицидами, начиная уже с протравки семян, то есть, начиная уже с протравки семян, вы уже должны думать, что, ну, что это, вот, скажем так, прямой посев на таких полях, он уже, вы сэкономили, с одной стороны, на вот этих вот дополнительных обработках, сохранили влагу, но вы должны для себя понимать, что вам придется все-таки, эти сэкономии особо не получается, потому что вы ее вложите потом в химию, да? Ну, скажем так, да, вот, в принципе, у вас просто получится удорожание этой технологии в последующем, это тоже никто не любит, это никто говорить, вот, ну, в основном, всегда говорят, о, тогда мы там прямым севом, у нас там экономия, у нас там ничего подобного, где что-то ушло, что придумано было еще в Советском Союзе, вы же посмотрите, те же фильмы советские, советские, за селообороты, за обработки почвы, тогда работали целые институты, целые институты разрабатывали эти технологии, смотрели различные взаимосвязь, все, сейчас кто это делает, кто этим занимается, нет, ну, то, что мы используем в хозяйствах, какие-то там опыты, эксперименты, но, они, ну, далеки от науки, они, скажем, такие приближенные, каким-то научным, ну, с умным видом сидеть, рассказывать это, но я не могу, потому что я знаю, что все равно там не используется, там, методика учета, и всего прочего, что делалось, рачек, в наших научных учреждениях, поэтому, только, здесь, будет положительный момент, когда мы многообразие опытов, всех хозяйств возьмем, еще раз подчеркну, благодаря и вашему изданию, когда вот всех, большинство производителей, опросите, с ними запишите интервью, когда мы все вот это почитаем, пересечем, посмотрим, ой-ой-ой, глянь, а я вот так вот еще не пробовал, надо это, А для вас вот кто гуру таким является? Те, кто рядышком уже находятся, и более-менее одинаковые условия у вас, или, ну вот, на кого вы ориентируетесь? Ну, давайте так скажем, конечно, есть люди, на которых мы ориентируемся, на которых, у которых мы всегда можем позвонить, ну, скажем, может, тема изъезженная уже, личные психологи, да, вот, тем, кому мы можем позвонить, рассказать о своей проблеме, и он обязательно нам по этой проблеме расскажет. В разных направлениях это разные люди, да, ну, например, это вредители кукурузы, у меня только один телефон, я сразу буду звонить Артохину Константину Сергеевичу, знаменитому нашему энтомологу, одному из единственных, да, который издает научную литературу, который непосредственно всю жизнь проработал. В области агрохимии, естественно, Ольге Георгиевне Назаренко, будем звонить. Что касаемо азимой пшеницы, ее выращивания, различные проблематики, это, естественно, Беспавлова Людмила Андреевна, то есть, для каждой тематики у нас есть те, как вы говорите, гуру, да, у нас есть те столпы, которые, к которым мы будем обращаться. А что касается кукурузы, то здесь для нас очень ценен опыт, который был наработан агрофирме ТАПАС в свое время, которая занималась кукурузой, да, это те же агрофирмы Юг, Руси, более крупные хоудинги Краснодарского края, в которых работали агрономы, сейчас они работают консультантами там различных фирмах, и они всю жизнь посвятили свое выращивание кукурузы, у них сложился очень уже большой опыт, таких, наверное, людей у нас, ну, я более десятка могу пересчитать, специалисты, которые дадут вам такой комплексный, полный ответ по данной проблеме. А вообще кукуруза, вот насколько рентабельная, зачем она идет следом по рентабельности? Я бы сказал, наоборот, в другой группе, этот, каким нерентабельным культурам она относится. Первая нерентабельная культура, это, 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 скажем, яровые, яровой ячмень, горох, давайте яровой ячмень, горох и кукуруза, наверное, вот эта тройка самых непредсказуемых культур. А, просто непредсказуемых, да? А непредсказуемых в плане рентабельности. То есть, зачастую, бывают такие года, когда срабатывает в ноль. Ага. То есть, это, это важно понимать, понимаете? Это, то есть, если бы она была очень рентабельной культурой, вы бы увидели огромные... То есть, не царица полей? Нет. В данном, в данном, в данном нашем, да, в данном нашем, скажем, в условиях Ростовской области, это далеко не царица полей. У нас сейчас появился царь полей. Подсолнечник. А ее лично не хватит, а что? Да. Да, царь полей, я бы так назвал, это подсолнечник. Царь полей, царь всего. Вот. У нас и экономики, и полей. Вот. А кукуруза нет. И понимаете, ну, чтобы популярность этой культуры возрастала, все-таки необходимо, ну, с одной стороны, да, это внедрение орошения, да, потому что на орошении кукуруза получается более, лучше всего, да, по гарантированной, экономически, этот, и, ну, или капельная, да, вот. И второй момент, это все-таки, ну, невозможно, без перерабатывающих мощностей, которые будут не только там на севере области находиться, а по всей округе, данную культуру попагандировать. Либо она нужна для получения, там, крахмала, патоки и того все-таки. А вы сдаете, да? Вы куда-то? Не, ну, у нас кукуруза зерновая используется для кормления животных, собственных, и на экспорт. Ну, то есть, вы продаете совсем немножко, да? Поскольку у вас животноводство, вы и северная масса, и северная масса, Да, экспортные, это, это кукуруза, которая особенно на орошении, орошение, это субсидируется государством, и это обязательно для расширения, ну, сделано для того, чтобы расширить экспортный потенциал нашей страны в плане поставок кукурузы за границу. Соответственно, вся кукуруза, которая посеяна по площадям, где было субсидируемое орошение, необходимо ее отправлять на экспорт. Минимально. Вы близко к... Ну, поверьте, сейчас в пределах нашей области, я бы так назвал, ну, все достаточно прозрачно, читается. Ну, ремонтненский район. Считается, считается, понимаете, ремонтненский район, опять же, вот мы с вами будем это вокруг да около ходить, да, но никто не отменял зональные системы земледелия. Ну, может, в ремонтненском районе это кукурузы не надо выращивать. Да, это там они сеют. это кукуруза. Да, вот, поэтому здесь, я имею ввиду экспортный потенциал ваш и... понимаете, если бы, если бы здесь были, была бы более-менее прозрачная экономика, да, и гарантированное отсутствие того, что мы завтра проснемся, а у нас будет введена какая-нибудь пошлина, или введено эмбарго. вы понимаете, что, ну, сельхозтоваропроизводителю понятно все чаяния, там, нашего правительства о сдерживании, там, продуктовых цены, там, всего прочего, но нам технологически, мы же, мы же не заставим корову сегодня доиться, а завтра не доиться, да, потому что молоко там потеряло популярность, но это живой организм. Так и поля, мы же не, если мы уже посеяли кукурузу и уже под нее все готовили, но мы же не перестроимся быстро на другую культуру, да, чтобы ей заниматься. Это же, понимаете, это цикличность производства. С подорожением сколько? Ну, планируется у нас с подорожением, сейчас будем так говорить, планируется довести до 50% наших площадей подорожения. А сейчас сколько? Действующее 100 и вводится в эксплуатацию еще 250. И подорожением у вас только кукуруза? Возможно, все культуры, и пшеница, и люцерна. Здесь все, я же вам опять рассказываю, все будет зависеть от одного критерия, от прозрачности рынка, то есть там, где мы будем эту продукцию реализовывать. То есть, если надо, будем поливать что угодно, что выгодно. Тут только так. То есть, на первое место остается экономический, экономический. А потом уже вот эти, что мы с вами вот этот час беседовали, технологические аспекты, это все отбросит. Первое экономическое. Спасибо большое.